Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни. Сегодня мы расскажем вам все о комплексе ГТО, о том, каким его застали наши родители и о том, какие спортивные подвиги предстоит совершить ближайшим будущим нам и нашим детям. С 1 сентября в Рязанской области стартовало введение норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Еще в начале сентября в одной из рязанских школ прошла первая сдача нормативов. В дворе школы номер 47 состоялось сразу два праздника. Первый – это открытие многофункциональной спортивной площадки. Теперь здесь ребята смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол, а также позаниматься на новеньких турниках и брусьях. На открытие этой спортплощадки пришли не только учителя и ученики, но и знаменитые спортсмены. Ну а после весьма торжественного открытия спортплощадки и проведение массовой зарядки началась, причем впервые в городе, сдача нормативов физкультурного комплекса «ГТО-2014». Правда, пока участвовали только ученики 47-й школы. По словам министра спорта Татьяны Пыжонковой, сейчас в Рязанской области проходит первый экспериментальный этап по внедрению физкультурного комплекса. Пока сдача тестов совершенно добровольная. Однако к 2017 году «ГТО» будут сдавать абсолютно во всех образовательных учреждениях региона. Это, по мнению большинства рязанских спортсменов, да и просто любителей физической активности, весьма важный шаг в развитии массового спорта и укрепления здоровья молодежи. Это очень правильно, это даст хороший толчок для развития не просто спорта, а даже физической культуры, да, очень хорошо будет отвлекать компьютеров те же самые, да, все-таки будет дисциплинировать в каком-то смысле. Ну, вообще, я думаю, что это большой-большой плюс. Для того не и норма, что каждый найдет для них определенную ступень, минимум одержит победу над собой. То есть микропобеды в нашей стране, они как бы куют самую большую, огромную победу. То есть если вы не готовы, там, на золотой значок норматив выполнить, то всегда найдется временной отрезок, там, или, там, в метании что-то, или вы, там, попрыгнете по серебряному значку и будете довольны этим, потому что это будет, как минимум, ваш личный рекорд. По сравнению с советским комплексом, нормативы нынешнего ГТО-2014 несколько отличаются, и получить значок будет весьма непросто. Конечно же, нормативы серьезные во всех видах нормативов, которые прописаны. Вот, взять бег на выносливость, человек без подготовки определенной не преодолеет эту дистанцию за это время. Но в этом и есть вся соль, как бы. Золотой значок – это должна быть максимальная награда за спортивный вклад, именно вклад в себя. То есть человек к нему стремится, он не мечтает о заоблачных высотах. Именно норматив, он как бы на грани. Видимо, очень умные люди и близких спорт составляли, что к нему можно подобраться, нужно усилия приложить. Допустим, если мы берем золотой значок, то это может выполнить только подготовленный. То есть либо это будет спортсмен, либо это человек, который будет постоянно этим заниматься. То есть так прийти с улицы и сделать – это очень-очень тяжело. 17 ниже, 18 ниже, 19, 20. Слова известных рязанских спортсменов подтверждались уже на спортивной площадке, где ребята пытались выполнить необходимые тесты. Успешно справлялись с заданиями лишь те, кто регулярно занимается спортом и посещает секции. Похоже, что помимо юношеского энтузиазма, для того, чтобы сдавать нормативы, необходима еще и четко выстроенная программа подготовки. По всей видимости, занятия физической культурой в школе будут проходить теперь по-другому. Мы все прекрасно знаем, что у нас сейчас основная масса – дети в подготовительной и спецгруппах. Очень много детей, которые болеют. Мы посмотрели все нормативы, которые вновь возрождены. Они намного отличаются, не все, но отличаются намного от нормативов школьных. Но будем тренировать детей, улучшать их результаты. Здесь кардинально надо все менять. Почему? Потому что, скажем так, старый подход, может быть, он и хорошо, а в новом все-таки требования стали выше, да, возможностей, которые сейчас больше появляются. Поэтому, опять же, все, скажем, требования, те же самые требования, нужно повышать, повышать. На бремя учителей физкультуры ложится, знаете, как креатив легкий. То есть где-то даже использовать тренерские какие-то навыки. Но это интересно, в первую очередь, не только детям будет, но и им. Потому что, когда у тебя все 25 человек с золотыми значками, это говорит, в первую очередь, о мастерстве и таланте преподавателя. Нормативы, да и сами упражнения для девушек, безусловно, отличаются от мужских тестов. Впрочем, и школьницы считают, чтобы достичь успеха, надо усиленно тренироваться. Тяни, 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 тяни. 10. 11. 12. Тянуть. 12. 13. Молодец. Давай еще раз. Еще два раза. 14. Ладно. Еще раз. Еще разочек тяни, тяни. Первая сдача нормативов ГТО 2014 прошла в целом успешно. Хотя, несомненно, что отечественную систему физкультурной подготовки в школах придется, безусловно, пересматривать. По словам учителей, школьные нормативы существенно отличаются от ГТОшных. И потому вполне возможно, как увеличение количества уроков физической культуры, так и увеличение интенсивности нагрузок. Физкультурно-оздоровительная программа по подготовке школьников к нормативам комплекса ГТО набирает обороты. Третий урок физкультуры в школах вскоре будет проходить в одном из плавательных бассейнов областного центра. То есть еженедельно ребята из сразу нескольких классов будут ходить в соседние со своей школой бассейны и учиться плавать. Этот третий урок физической культуры прошел для двух классов учащихся 16-й школы. Основная цель – подтянуть навыки ребят, а некоторых так и вовсе обучить азам плавания. Открытый урок необычен для учеников еще и тем, что проходит не на знакомой школьной спортплощадке или спортзале, а в новом бассейне Рязанского медуниверситета «Аквамед». Помимо прочего, плавание утверждено как один из нормативов физкультурного комплекса ГТО. И уже в следующем году абсолютно все школьники региона будут обязаны выполнять спортивные тесты. Дорогие ребята, вы, наверное, знаете, что с этого года началось введение комплекса ГТО в правообороны в нашей стране. И плавание – это один из нормативов. Он, правда, не обязательный, но вариативный, который вы можете. Только для того, чтобы сдать нормативы, но, безусловно, для того, чтобы сдать нормативы, нужно научиться плавать. На этом открытом уроке плавания в бассейне Рязанского медуниверситета «Аквамед» школьники изучали технику плавания в стиле «Кроль на груди». Впрочем, помимо спортивной необходимости, занятия плаванием и это общепризнанно. Помогают укрепить здоровье и улучшить самочувствие. А как вы думаете, может быть, бассейн уроки физкультуры отвлекает от основной учебы? Нет. А что наоборот? Наоборот. Сначала с утра ты зарядился энергией от бассейна, а потом пошел в школу на радости. Сначала от учебы может быть переутомление, а сначала, если в бассейн пойдешь, чувствуется бодрость, повышение тонуса. В общем, один из первых в городе плавательных уроков физкультуры прошел на ура. Вскоре, и об этом уже есть договоренность между спортивными функционерами и ректоратом Рязанского медуниверситета, ребята и из других близлежащих школ придут в аквамед учиться плавать. Похоже, что наши школьники, несомненно, готовы к трудовой обороне. А вот как быть со взрослыми людьми, которым, возможно, тоже в ближайшем будущем предстоит сдача нормативов? Ведь комплекс ГТО разделен на 11 возрастных ступеней. Упал, отжался, отличился. В марте нынешнего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении нормативов ГТО в школах. Готов к труду и обороне – единая программа физкультурной подготовки, в свое время внедренная сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР. Просуществовала достаточно долго и превратилась в основу системы патриотического воспитания советской молодежи. Впрочем, не только молодежи, поскольку в нем могли участвовать все желающие – от 6 до 60 лет. Смысл ГТО – всестороннее физическое развитие человека на укрепление и сохранение его здоровья, подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины, формирование духовного и морального облика человека. Сдавшие нормативы получали соответствующие значки в качестве награды. Те, кто выполнял нормативы на протяжении многих лет, становились обладателями почетного значка ГТО. Новую систему ГТО 2014, не заслуженно когда-то позабытую, планируется сделать практически пожизненной для человека. А по всей стране намечено развернуть сеть центров тестирования, где человек сможет пройти испытания. Пробежать 2 километра за 7 минут 50 секунд, прыгнуть в длину с места на 2 метра 30 сантиметров. 13 раз подтянуться или вырвать гирю 35 раз – это всего лишь малая часть нормативов на золотой значок для юноша 16-17 лет. Всего тестов 10, среди них даже есть стрельба из мневматической винтовки и поход с проверкой туристических навыков. Одним словом, все это очень даже впечатляет. Наша съемочная группа решила отправиться в фитнес-центр и узнать мнение профессионала о том, насколько эти нормативы выполнимы для среднестатистического человека. Чтобы сдать этот норматив, не то что даже на золото, а даже, допустим, на бронзовый значок, просто так без подготовки это сделать тяжело будет очень, потому что слишком разносторонние тесты. Тем не менее, наш спортсмен заинтересовался и решил на собственной шкуре прочувствовать хотя бы те спортивные подвиги, выполнение которых возможно в условиях спортивного зала. Виталий прыгал в длину, подтягивался и даже пробежал 2 километра, хоть и заметил, что беговая дорожка и пересеченная местность – абсолютно разные вещи. Результатом остался доволен и вообще считает, что такое нововведение в нашей жизни довольно интересно. Стремление к цели, соревновательный элемент и даже получение значка – хорошая альтернатива скучным урокам физкультуры. И несмотря на то, что неподготовленному человеку сдать подобные нормативы трудно, трудно непредельно. А если заниматься и сознательно готовиться, то золотые значки непременно будут и даже не в кармане, а на самом видном месте. Я одобрю политику нашего государства. Да, это интересно, это здорово. Хорошо, что мы вернулись к тому, что у нас было в советские времена. Спортивные дети и юноши в нашей стране – это наша опора. Так что андалой гамбургеры и кока-колам да здравствует физкультура, спорт и здоровый образ жизни. Все вперед, товарищи, спортивным победам. Я свое отработал. Ты мастер, ты и думай. Товарищ дорогой, а как же мы? Не попить, не поесть, не постирать. На, ведь 300 квартир без воды стоят. А это что, не вода? Хочешь пей, хочешь стирай. Да тут ГТО можно сдать, папаша. ГТО, конечно же, вещь хорошая, а потому ее не раз пытались возродить уже в Новой России. Так начал активно практиковаться такой вид спорта, как полиатлон – физкультурно-спортивное многоборье. Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие выносливости и силы. Существует летний и зимний полиатлон. Стоит заметить, что популярный в странах СНГ полиатлон становится международным видом спорта. Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут проявить себя спортсмены разного возраста – от 12 до 80 лет. Также он полезен и интересен не только, собственно, спортсменам, но и всем, кто ведет или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно. Действительно, полиатлон, сочетая в себе все эти виды, становится популярным из-за того, что развивает как спокойствие во время стрельбы, обладание собой, так и абсолютная выносливость – это кросс на 3000 метров, способность концентрироваться к каждому виду и не несет в себе, знаете, таких вот профессиональных качеств, из-за которых там можно каждый день. У нас здесь человек, не занимаясь спортом профессионально, может достигать максимальных результатов. Между прочим, полиатлон в Рязанской области имеет крепкие традиции и фактически является самым массовым и доступным видом спорта. История его возникновения и развития как отдельной спортивной дисциплины напрямую связана с советским прикладным комплексом «Готов к труду и обороне». Полиатлон как вид спорта был создан в 91-м году. Это когда завершил работу комплекс ГТО. И в Рязани, на конференции, именно в городе Рязани, полиатлон и имел место родиться. Вот, полиатлон – это многоборье, он состоит… Есть зимние троеборья, зимние двоеборья, есть летние четырехборья, троеборья, летние пятиборья. В общем, полиатлон стал продолжателем дела, начатого советским военно-спортивным комплексом. Теперь ГТО возродилось, но полиатлон никто не отменял. И на этом на сегодня все. Будьте спортивными, здоровыми и пусть всегда у вас открывается второе дыхание. Редактор субтитров А.Семкин